Здрасьте! Всем, друзья, приветуленьки! Продолжаем играть в 22 ферму NF Marsh. И у нас наступила весна. Шестой год мы стартуем. В какой-то веке мы начинаем год с положительным балансом. Причем он такой прям положительный-положительный. И, друзья, я прошу меня извинить. У меня сейчас на часах пол первого ночи. Я только что пришел домой. В усмерть уставший, еще и на веселе. Но просто надо записать вот эту вот стартовую часть. Поэтому сейчас по-быстренькому пробежимся. Во-первых, что у нас было зимой? В декабре у нас расплодились свинки, были проданы. В декабре также были контрактики. На 167 тысяч там была пара культиваций, и вспашек, и известь, да. На поля, которые мы не убрали в ноябре. То есть там, где морковка, лук, вот этот хлопок и все такое прочее. Также в декабре был продан наш лен. Лучшую цену я словил. Или не лучше, по-моему, 702. А лучшей стала 708. Сейчас, в общем, покажу, как это работает. А в январе, друзья, я продал солому льна. Соответственно, кто-то это все дело возил, продавал. И было обслуживание техники. Но это понятно. Амортизация недвижимости. Тут январь, февраль, декабрь. Все вот это вот тоже понятно. Цена производства тоже, в принципе, все понятно. В общем-то, солому льна мы продали на 824 тысячи. И 115 тысяч это был бонус за наш эко-счет. По эко-счету у нас вообще все прекрасно. 96 он сейчас. И повышает цену продажи на 14%. Насколько я понимаю, если мы решим проблему с 35-м нашим полем, только оно проседает. Но вроде как в этом сезоне уже все должно будет быть хорошо. Там уже вроде как излишки все убраны. Мы продолжаем засеивать то же, что и раньше. То есть подсолнечник здесь будет у нас в этом году. В общем-то, везде все хорошо. Я не знаю, до сотки мы и не дотянем. Будет ли 15% на... Ну, 99, наверное, у нас будет общий счет. В теории. Потому что почти все поля 99. Ну, 98, 97. Но это ладно. Так вот, весь лишний урожай был продан. Так что там все хорошо. Сюда были свезены семена. У нас уже очень много семян. А, и производство я тоже обслуживал. Зимой не получилось у меня вроде как забить это все, чтобы на зиму хватило. Не хватило вот все, что мы забили на зиму. Пришлось немножко покататься. Оп, 6 утра еще денег списали. Враги. Давайте, ладно, и по производствам-то пробежимся немножечко. Биогаз. Копит электроэнергию. Тоже когда-нибудь ее продадим. Очистка воды работает. Сточную воду я периодически с коллекторов собирал, подвозил. Воды уже довольно много. Почему жидкого навоза она собиралась, я не понимаю. Вроде как он сразу же должен перерабатываться. Ну, ладно. Компосты здесь появилось, что приятно. Коллекторы наши по 124 куба уже имеют в себе. Маршруты, кстати, я проверил. Техообслуживание и источная вода. Все работает, все прекрасно. Компостер у нас работает на трех линиях. Их я тоже пополнял. Тут тоже все хорошо. И компоста 303 куба есть. Компоста, короче, у нас много. Лесопилку, друзья, я тоже обслуживал. Дерево надо будет сегодня подвезти. Товар вывезти. Товар я уже немножечко тоже повывозил на склад. Там все хорошо. Лесорубы рубят дерево. Тоже уже дерево накопили много. Дизельное топливо у них заканчивается. Но это тоже надо будет обслужить. Мастерская наша работает. Техообслуживание я тоже развозил. Тихонечко копится оно. НПЗ наше работает. Корма производят катастрофически мало. У меня есть подозрение, что мы, наверное, сейчас перейдем на закупку этого самого корма. И просто тогда перестанем продавать свиней. Будут продаваться только расплодившиеся. А будем ждать, пока они вырастут до максимальной цены. В навесах у нас все хорошо. Тут электрозаряд распределяется. Техообслуживание. Но пока что нормально. Производство удобрений. Кстати, в ноябре я продал наши все жидкие удобрения. И они насобирали еще. Наверное, имеет смысл поставить склад жидкостей и ждать хорошую цену. Но вот 106 кубов у нас есть на данный момент сухих. Я, наверное, предпочитаю работать именно ими. Протравка семян у нас закончилась. Семена я отсюда все вывез на склад. Так что все, что лежит у нас, вот 459 кубов. Это вот то, что у нас собиралось. Я думаю, этого должно хватить. Сепаратор. Закончил свою работу. Дегистата было немного, когда я последний раз смотрел. Да и сейчас его, хотя вот вроде уже и нормально она собиралась. Можно перевезти. Сточную воду я отсюда тоже вывез. Но кратно 50 в общем-то вывез. Гербицидов 30 кубов уже накопилось. Тоже приятно. Надо ставить склад жидкости и продавать это в лучшую цену. Ну и силосная башня в 4 линии работала. Я ее тоже пополнял. Силоса тут уже 1 миллион литров. Тоже, наверное, надо вывезти его на склад. Хотя на склад я его уже вывозил. И тут уже тоже 1,5 миллиона литров лежит. Наверное, силос тоже имеет смысл продавать потом. Да, на НПЗ, кстати, топливо собралось 188 кубов. Пока что мы вроде как вытягиваем все это дело. Так что вроде как все в порядке. Итак, друзья, какие у нас планы ближайшие? Я на бусте среди спонсоров запустил опросик, в котором было 3 варианта развития наших событий. Первый вариант это поставить производство из плана, который идет типа столярки. Давайте, в общем-то, на него и посмотрим сейчас. Упс, как резко светло стало. Вот, столярка. Вот такое вот производство. Стоит миллион шестьсот. Из планок у нас делает ульи, мебель, поддоны, деревянные ящики и бочки. Ящики в каком-то нам будущем и бочки могут понадобиться. Ульи, мебель идут на... И ульи тоже могут понадобиться. По-моему, в садах они устанавливаются. Или как бустер они там, не важно. Вот мебель прям дорогая и прям на продажу. Что-то я ее здесь вообще не нахожу. Вот она под планками. В лучшее время больше двух тысяч закуп. То есть чисто ради бабла, скажем так, поставить это производство. Плюс поставить также целлюлозную фабрику, которая тоже делает товары на продажу. То есть мы щепу насобирали, как раз эту щепу перерабатывать там бумага, картон и всего такое прочее. Также был вариант, друзья, закрыть проблему с нашим топливом и накопить денег на НПЗ. Точнее, НПЗ у нас стоит. Тут есть линия переработка нефти. Соответственно, нефти у нас нету. Поставить нефтяную вышку, нефтяную платформу она здесь называется. Штука здоровая и штука очень дорогая. 3 900 она стоит, но она закроет все наши проблемы с топливом. Или же, друзья, еще был вариант купить карьер. То есть купить территорию вот эту на карте. 325 тысяч купить, соответственно, щебеночный завод, который там устанавливается. И он будет добывать нам песок, щебень, камни и все такое. И этот щебень и камни, по-моему, щебень и камни. Или может быть только камни. Перерабатывать в известь. Соответственно, тоже поставить завод извести и закрыть вопрос с известью. Да, вот производство извести из камней и щебени. Да, заводик не сильно большой. 500 тысяч стоит. В общем-то, вот на это все дело. Насобирать денег и поставить это и закрыть вопрос с известью. Тем более, раз мы уже начали контракты на известь делать. Известь нам не помешает. Мы ее сейчас покупаем. Пока что, в принципе, единственный ресурс, который мы покупаем. Все остальное уже делаем все своим. И на данную секунду, вот на данную секунду, опрос висит буквально 3 дня. С огромным преимуществом побеждает нефть. Поэтому на данную секунду у меня в планах накопить 3 900 000. То есть даже больше. Потому что надо еще купить участок. А эта штука у нас ставится на 30-м поле. А она стоит 109 000. И плюс, друзья, на этом поле придется заняться вырубкой вот этого вот леса. Но это, в принципе, аренда инструментов и так далее. Так что сейчас наша задача, в принципе, накопить денег вот на это. По симу я взял все контракты, которые я мог. Прополку не взял. И то даже ее мы возьмем. Тут есть и опрыскивание. В основном посевы. Есть удобрения. После посевов будет удобрение всех этих полей. То есть денег прям должны будем поднять много. Семян в теории должно будет хватить. Это моя задача на сегодня. Точнее на завтра, когда я буду на работе. Если успею, когда смонтирую ролик. В прошлую серию. Плюс также, друзья, у нас есть три наших поля. Их тоже нужно засеять и удобрить. Прикатывать вроде как не надо. Ну и так потихонечку надо будет развести. Обслужить производство, которое меньше дня осталось работать. Соответственно, после этого баланс наш поднимется. Больше в марте никаких у нас действий не будет. Я, кстати, опять забыл поднять графончик. Ну и ладно. Извините меня, пожалуйста. Дело в том, что просто на работе я играю на относительно слабеньком ноутбуке. И там приходится графончик ставить в ноль. А дома я играю на компьютере, где можно даже снимать на очень высокой графике. Помощнее немножко игрушечка. И в отличие от 19 фермы, почему-то настройки графики тоже синхронизируются в облаке. В 19 такого не было. У меня в 19 ферме это были разные настройки. Но что имеем, то имеем. В общем-то, план моих работ вроде как понятен. А мы с вами встречаемся тогда в апреле. Апрель, друзья. 6 часов утра. И у нас на балансе 2 миллиона 70... Ну, две почти тысячи. В марте выполнялись контрактики. Куча всего посевного было. И на этих контрактиках мы подняли больше миллиона. Использовали свои семена, свои удобрения. Что, в общем-то, прекрасно. Также, друзья, цена производства 71 тысяча сожрала. И амортизация недвижимости 42 тысячи. Обслуживание техники 107 тысяч. Строительство 160 тысяч. Сейчас покажу, что появилось. И новая техника. Погнали смотреть на обновки. Ну, в общем-то, тут очевидно было, наверное, по поводу новой техники. Я собирался купить вторую сейлку. И вчера было самое время ее купить. Мы ее сразу же на контрактах и отбили. И в два раза быстрее шел посев. Но и к сейлке был куплен вот такой вот трактор Mark McCormick. Он, конечно, весь грязный. Но ладно. И, друзья, появился у нас здесь склад жидкостей. Я сюда перевез жидкое удобрение. Уже оно там опять не помещалось на производстве. В общем-то, я его скинул сюда. Вот этот товарищ сейчас съездил, забрал весь корм для животных. И этого хватило на 8 часов для свиней. Там, правда, появились еще молодые свиньи у нас. А посему у меня есть предложение, друзья, купить корм для животных в магазине. И на какое-то время этот вопрос закрыть и даже не продавать свиней. Пускай жрут, сколько жрут. Они у нас как раз сейчас расплодились. Вот еще прям свеженьких 545 штук появилось. Они уже жрут по 30 кубов в день. Но без них было бы там 25. Короче, я решил, друзья, их оставить и пока что корм покупать. Мешалку для корма пока что рановато. Как это ставить? Посему. Давайте купим корма для свиней. Он у нас идет в поддонах. Минеральный корм. Силостная добавка. Значит, он идет в мешках. Да, вот мешок корма для свиней. Один куб за 900 евро. Давайте купим 100 кубов. Можно купить только 8. Хорошо, если мы берем 8. Можно ли купить еще 8? Можно купить еще 8. И еще 8. Это уже 24. Еще 8. И еще 8. Это 40. 48. 56. 64. 72. 80. 88. 96. Давайте 104. 112. И 7 мешков, чтобы было даже 6 мешков. Ровно на 2 мана. 118 кубов получается. Если я правильно посчитал. Если я правильно помню таблицу умножения. Во сколько его тут получилось. Сейчас будет самое геморройное. Его сюда загрузить. Но давайте прежде чем мы займемся вот этим дерьмом. У нас сегодня опять много контрактов. Опять таки на удобрение. Все довольно быстро это выполнится. Давайте сперва распихаем. Кого-нибудь уже на работу. Что, кстати, по удобрению-то осталось? Вчера много было потрачено. 8 кубов всего осталось. Черт. Вот, кстати, электрозаряд у нас тоже. Давайте продадим. Черт, сейчас 604. Только через час продастся. Ну ладно. На производстве удобрений есть 53 куба. Прекрасно. Значит, отправляем мана перевести их на базу. Давай, друг, один раз. Едь. Привези их сюда. Потому что наша удобрялка ездит и пополняется именно сюда. Что у него там в баке? У него в баке еще что-то есть, поэтому он может смело ехать работать. А есть еще, кстати, один посев у нас. Прекрасно. Есть еще тюкование. Давайте, друзья, еще ради эксперимента, я знаете, что хочу сделать? Возьмем какое-нибудь небольшое тюкование на сено и попробуем его выполнить с помощью фуражного прицепа подборщика, который мы купили. Так что его тоже принимаем. 74 поле. Сейчас отправим косилку. Но сперва давайте удобрялку. У нас 81 поле есть, которое прям быстро удобрится. Потому что оно супер маленькое. Не знаю, зачем я ради 3000 этот контракт взял. Ну ладно уже. Взял и взял. Давай, есть, удобряй. Также в силосную башню нужно закинуть люцерну. Водочистная станция у нас, сточная вода закончилась. Силосная башня, силосная добавка закончилась. Давайте, раз мы здесь отправим товарища отвезти в сточную воду. Съездить заодно починится. Точнее, какую сточную воду? Силосную добавку. Или я ему сточную воду поставил? Я ему сточную воду поставил. Силосная добавка. Все правильно. А эту проблему мы решим. Биогаз, север, силос надо закинуть немножко. Травы надо закинуть в силосную башню. Травы, кстати, осталось у нас немного. И следующий покос именно травы будет только в ноябре. Поэтому, где наша трава? Вот, 426 кубов всего осталось. Я думаю, что мы их все и закинем в нашу силосную башню. И я, друзья, одну линию остановил. У нас сейчас работает только люцерна. Две линии. Так, это компост. Вот, люцерна работает две линии, травы работает одна линия. Немножко это поэкономнее будет. Вот такой вот план. На производство удобрений надо закинуть навоза. Лесорубам надо отвезти дизельное топливо. В мастерскую надо отвезти дизельное топливо. И, наверное, в мастерскую надо закинуть планок. Вот такой вот план. Давайте вот этого товарища мы отправим на коллекторы. У нас же там уже под нас собиралось ведь, правда? На сепараторе ничего нету. Сепаратор закрыт у нас. Ну, здесь по прицепу, в общем-то, набралось. Можно опустошить. Хотя тоже не сильно много. Но давай, друг, едь, собирай сточную воду с коллекторов и потом возвращайся сюда. А кого мы отсюда еще хотели? Посев у нас надо одно поле посеять. Можно, в принципе, и два трактора сразу отправить. У нас поле 68. Не самое маленькое. Гречиху надо туда посеять. Хотя и один трактор справится. Выставляем ему здесь гречиху. Выставляем ему минимальную частоту сева. Вырубаем ему удобрение с селкой, разумеется. Кстати, мы после посева надо сорняки посмотреть. Я же наши поля тоже засеял. Так, удобрение селкой. Неактивно. Все правильно. Плюс ты паркуешься по завершению и едешь на поле, по-моему, 68. Там было? Да, поле 68. Поле 68. Отлично. И включай там курс плей. А в курс плей ты включишь и будешь работать на поле 68. Как ни странно. Все. Давай, едь, выполняй контракт. С этим понятно. Погнали еще жси бишку нашу закинем в работу. Так, баланс наш просел, потому что силосная добавка стоит капец как много денег. Так, кто у нас здесь пойдет работать? У нас жси бишка пойдет работать. Давайте, наверное, закинем всю траву, что у нас осталось. Разделить ее еще на компост. Компост так-то тоже не помешает. Компост штука не самая дешевая. Компост из травы. Тут еще 200 кубов есть. Пойдет. Вот, хватит. Тогда вези траву два раза со склада тюков на силосную башню. Давай, погнал. Приехал вот этот челик с силосной добавкой как раз. Сейчас мы его отсюда прямо перегоним на другую работу. Те, какая косинка. Какое мы поле? 74-е взяли, да? Да, есть такое 74-е. Вот давай, едь, коси. 74-е поле. Просто так контракты на сеность я бы и поделал тогда. Если они по курс плей все автоматически будут делаться. Ну, посмотрим. Если придется затюковать, ну, затюкуем, что поделать. Так, силосная добавка наша выгружается. Контракт на поле 81 завершен. Стой, друг. Да, это было супер быстро, но это и понятно. Контракт принимаем. Давай поле 2, поле 3, поле 13. У нас маленькие такие. Начнем с них. Да еще и рядом находятся. Давай, едь, удобря его. Мы возвращаемся к нашей силосной добавке. Итак, ты поедешь три раза. Повезешь у нас дизельное топливо. Повезешь его лесорубом. Месоруб топливо 1. Загружаться будешь на НПЗ. НПЗ загрузка топлива. И тебе нужно будет менять доставки. Вот, три раза едь, потом едь паркуйся. Это есть. Так, маленькая возилка. Ты у нас для навоза. Давайте посмотрим, где у нас он самый, этот самый навоз есть. А его не так уж и много, 42 кубов всего. 26 в куче навоза, один в сепараторе. Но такое себе. Значит, три поездки тебе. Две к свинарнику. Давай вот так вот даже сделаем. Свинарник, навоз. Забираешь там, соответственно, навоз. И везешь его на производство удобрений и выгрузка. Семена, производство удобрений и выгрузка. Все. Давай, лети. Ну, а потом паркуйся. Потом мы еще сепаратора тоже заберем. Последние. Так, на мастерскую надо планки. И поэтому мы один поддон просто оттуда заберем. И ручками отнесем. Как мы это обычно и делаем. Что у нас тут вообще? Толком ничего не выработалось. По 60 кубов товаров у нас есть. Так, один поддон мы берем. Берем его в руки и побежали. Добегаем мы быстро. Поддон выгружаем. И все хорошо. Дерево на лесопилку еще на два дня хватит. Короче, все, что хватает больше, чем на день, я трогать не буду, друзья. Ну и погнали тогда заниматься ерундой и загружать все эти мешки в ман. Как же это будет кропотливо-то, а? Зато на пару месяцев забудем вообще про корм свиньям. Даже не на пару, а на 4 получается. Заполняемся. Да, это надолго придется каждый вот так вот пакетик по отдельности жмякать. А что поделать? Не мы такие, жизнь такая. На закупки жиды жалко, нету. Корма для свиней. Было бы все намного проще. Пока я все это загружал, наша маленькая возилка успела съездить к свиньям два раза, забрать навоз оттуда. Уже с сепаратора навоз везет. Фражник наш уже перевез на башню и люцерну и траву по два прицепа. И уже силос оттуда сейчас забирает на биогаз завести. Который топливо возит, уже последнюю поездку делает. Короче, уже много... А, контракт один успел выполниться. Геморройное занятие. Ну, в общем-то, два мана я загрузил по 59 кубов. Давай, едь, разгружайся на свинарник еда-вода. И ты, черненький, тоже давай, едь, разгружайся на свинарник еда-вода. Они разгрузятся и припаркуются. Так, а мы возвращаемся тогда к нашей технике. Я сказал, что надо отправить и не отправил. Нашу поливалку. Поле 34, 35 и 39. Нужно ей полить. Скорее всего. Там же выросли сырники, правильно? Конечно же, тут выросли сырники. Начинаем, разумеется, с маленьких полей. Ну и парковаться по завершению тебе не надо. Тебе три поля обрабатывать. Давай, погнал. Едь на сепаратор, пополняйся и... Иди работай. Тем временем, косилка наша уже почти докосила. Тут ей осталось работать 5 минут. Поэтому давайте отправим на это поле сеноворошилку. Пока он туда доберется, косилка как раз и докосит. Маршрутик ей тоже генерируем. Он у нас сначала проходки, а потом вокруг делает. Для косилки волковалки и тюковщика. Мне так больше нравится. И давай тоже ездить работой. Вот через 6 минут он туда доберется. Через 5 минут закончит косилка. Прекрасно. Ну и вроде как все. Всех в работу распихали. Осталось, друзья, дождаться только, сможем ли мы делать контракты на сено таким вот нестандартным способом. Ну что ж, друзья, момент истины. Наша GCB справится ли она с этим контрактом? Отправляем ее работать. Там уже почти все доворошилось. Уже волковалка небольшую фору получила. Поэтому можно отправлять. В поле 74 разгружаешься сразу же на садоводство. Точки продажи садоводства. Здесь можно ничего не выставлять, но пускай будет сено со стартовой точки. И вставляем тебе маршрут от нашей волковалки. Погнал. Кто у нас завершил работу? У нас вот этот товарищ завершил работу. Мы его переставляем на поле номер 35. Давай, друг, погнал. Иди работай. У нас уже выполнено 3 контракта на удобрения небольших. Давайте наши денежки тоже заберем. Что тут больше ничего интересного не появилось, да? Не появилось. И на балансе у нас уже 2 миллиона 158 тысяч, но у нас продалось электричество. Продалось оно за 276 тысяч. И надо, друзья, поставить его тогда. А, кстати, я запустил линию сепаратора. Там у нас 300 с копейками кубов на биогазе. 282. Осталось 50 уже везется. Решил я их тоже отвезти. Электрозаряд мы тогда ставим на распределение. Потому что наши вот эти вот навесы не справляются. И внезапно лесопилка вот здесь вот. Электрозаряд начал заканчиваться. Но это ладно. Сточную воду я все перевез. Осталось меньше, чем на сутки. Но остальное все больше, чем на сутки. В общем-то, это мы уже в мае будем все делать. Ну и сепаратор сейчас еще отвезем. Сколько там проработает. Хотя там тоже, скорее всего, меньше, чем на сутки загрузится. А, друзья, и конечно же, у нас 50-е поле созрело. Апрель. В общем-то, этот товарищ поехал его косить. Но соберем чуть попозже. Сначала проверим, как у нас дела с сеном. Что у нас тут? Сеноворошилка у нас выходит на последний круг. Волковалка уже приехала. Как я сказал, небольшая фора у нее будет. У нее. Друг, а что это ты здесь поднялся на ворошилку, а? Какой-то ты непонятный. Ну ладно. В общем-то, небольшая фора будет, если сейчас фуражник начнет это все подбирать. А в теории он должен начать подбирать, потому что есть мод на воровство соломы. А это как бы, ну типа того. Кстати, сепаратор выгрузился и на 5 часов одного прицепа хватает. А мы 6 прицепов везем. То есть на 30 часов. Ну ладно, больше, чем на сутки. Пока у нас тут все происходит вот это, давайте мы, друзья, определимся с нашим модиком. Вот этим вот. Триггер цены продажи. Sell price trigger. Нам, друзья, надо выставить то, на что мы будем ждать хорошую цену. Что у нас пойдет на продажу? На продажу, друзья, у нас пойдет силос. У нас пойдут планки установить на рекордную цену. У нас пойдут жидкие удобрения. У нас, друзья, пойдут поддоны. ДВП и ДСП. Вскрываем отключенные. Черт, оно типа не сохранилось, да? Я не нажал ОК, оно не сохранилось. Черт. Все, обратно включаем и нажимаем ОК. Теперь оно в теории сохранилось. Прямо долго загружается от окна. Да, оно работает. И сейчас мы, друзья, просто сверимся с ценами, которые у нас здесь максимальные. Вот показывается. Сила 189. В январе, кстати, была хорошая цена типа, да? А планки 600. Жидкое удобрение 1080. Кстати, сейчас цена на жидкие удобрения самое хорошее. Выше вот этой средней. А меня это устраивает. Значит, продаем. Оно в марте написано было. Сейчас у нас апрель. Значит, жидкие удобрения еще не продаем. А ДСП ДВП 550 поддоны 436. Хотя, смотрите, жидкое удобрение в рекорде было 1116. А сейчас 1080. Ну, в общем-то, продаем их тогда. Давайте мы вот такую цену срабатывания поставим. 1090. Когда будет триггер. Ну, в общем, чтобы она запомнила. Хотя, кстати, она все равно не запомнит. Так, что у нас тут? Джесси Бишка приехала. А я не поставил ей начать работу, да? Лошара. Давай. Начинай работу. А мы пока вот здесь вот поиграемся. Так, ДВП, ДСП. Смотрите, 560 он словил. 568 он когда-то словил. Они меня устроят эти цены. Планки 610 он когда-то уже успел словить. Оно меня тоже устроит. Давайте на 560 действительно выставим. А планки на 600. У нас их уже вроде как скопилось. Как только они достигнут цены в 600, в общем-то, нам придет уведомление. И мы тогда их продадим. Планк Капкан. Силос давайте 190 поставим. Нас тоже оно вполне устроит. И силоса у нас уже насобиралось, друзья, 2,7 миллиона. То есть, если мы его весь продадим по 190, это больше 500 тысяч будет. В общем-то, меня это устроит. Отличный план. ЖСБ-шка наша собирает сено. Ну и в теории оно будет засчитываться по контракту. Там не обязательно тюки это продавать. Поэтому, мои друзья, сделаем все контракты на сенокоз. Силосом такая штука не прокатит, увы. Хотя можно попробовать разрезать все тюки. Тоже их ворошилкой собрать. Ну ладно, уже не буду. Короче, контракты на сенокоз тоже тогда будем делать как уборочную. Меня это вполне себе устроит. Без моего участия все будет работать. Классно. С одной стороны читерство, конечно, но с другой стороны, друзья, людям нужно сено. Какая разница, в тюках или я россыпью им привезу, правильно? Я же его кашу, я его ворошу, тут волкую, собираю. Так что все нормально. Итого, друзья, какой у нас план Капкан на апрель? Во-первых, вот этот товарищ должен докататься у нас и палить еще наше большое 39-е поле. Для него работы больше нет. Да и в общем и целом на наших полях тоже работы сегодня никакой больше не будет. Вот этот товарищ делает кучу контрактов на удобрения и зарабатывает нам денюжки. Вот этот товарищ у нас сейчас быстренько, да уже через пару минут, закончит контракт на 68-м поле и тоже будут денюжки. Вот этот товарищ у нас косит 50-е поле, а потом едет косить все поля, которые на синокос. Ну а вот эти товарищи тогда делают контракт и собирают люцерну и отвозим ее всю на склад. А, ну и бочка наша, когда довозят дегистат на сепаратор, мы ее еще отправим продать жидкие удобрения. Ну и видимо тогда, друзья, мы с вами встречаемся в мае, который скорее всего будет относительно скучным. Как правило он скучный. Ну ничего, посмотрим. Ну и денег у нас будет чуть-чуть больше. Сколько у нас вообще контрактов на сено? 14-е поле, 25-е, но я его делать не буду. 26-е, 27-е, 30-е, из больших 40-е, 47-е, 48-е, прекрасно. И все, все остальное на силос. На силос делать не особо. Хочется с тюками, я уже, я говорил, я наигрался. А вот этот товарищ, кстати, вот, закончил, отлично. Мы его тогда прерываем и отправляем домой парковаться. И, конечно же, денюжки. Самое прекрасное в этом это денюжки. И контрактик на удобрение мы еще берем на этом же самом поле. И будут, походу, даже и на один прицеп не хватит. А по контракту надо привести 300 кубов, 300 литров. Остатки типа продадутся. Но остатки, разумеется, будут. Значит, он прицеп продаст, потом вернется сюда и остатки заберет. Точнее, прицеп один сдаст по контракту, потом вернется, соберет. И это уже будет все на продажу. На продажу, кстати, будет много. Хотя сено дешевое. Или имеет смысл отвезти его к нам на склад и продать потом по хорошей цене дождаться. Даже если мы соберем за год 10 миллионов литров. Блин, вообще имеет смысл, да? Каких-то... Хотя нет, не имеет. Будем сразу продавать. Вообще, я думаю, имеет смысл это все свозить на элеватор центральный. Потом контракты закрывать пачками. Наверное, я так буду поступать. Все, он забился. В общем-то, два прохода вокруг будет у нас тупо на продажу. Ну, какие-то копейки получим. Посмотрим потом по итогу, что с этого выйдет. Кстати, еще один контракт на удобрение у нас выполнился. Мы денежку забираем. Уже 2 200. У нас путь к 4 миллионам идет так-то. Ох, она катается же он сегодня. Боюсь себе представить, сколько ему ездить. Одно только 50-е поле чего стоит. Ну и отлично, это залетает к нам в контракт. Прекрасно. Так что да, будем называть эти контракты на синокос, а не на тюкование, чтобы, ну, более правдоподобно что-ли было. Так что, друзья, работа на апреле у нас ясна. Ну и встретимся мы в мае. Ну вот и май наступил. 4.48 утра у нас и на балансе 3 миллиона 270 тысяч. В прошлом месяце, друзья, я продал еще жидкие удобрения и компост. Они были по неплохой цене. На 568 тысяч это получилось. Плюс немножко излишков сена получилось. 645 тысяч на контрактах мы подняли. Другое у нас в диком минусе. Там у нас была покупка корма, а это, по-моему, 120 тысяч. Там у нас была покупка силосной добавки. Это тоже, по-моему, около 120 тысяч. Плюс было пополнение извести, но там совсем немного. А также сюда бонус ВК-счет у нас залетел. Что немножко уменьшило этот самый минус. Плюс у нас есть графа продана 276 тысяч. Это электроэнергия. Все остальное это расходы на производство и все остальное. Прода на животных 63 тысячи у нас сейчас. Потому что некоторые товарищи у нас расплодились. И, кстати говоря, через 2 месяца вот эти 245 тысяч, в смысле 245 свиней, уже старых, мы продадим. У свинок все хорошо, дейли-фуд у них уже 35 кубов в день. Плюс они вырастут, в общем-то, в год 645 кубов у них жратвы будет. Если полный свинарник держать, я с такими объемами сейчас нихрена не справляюсь. Будем покупать им корм и все такое. Итак, в май, друзья, как я говорил, у нас будет относительно скучный. Всего 3 контракта есть. Да и с нашими производствами тоже особо ничего интересного делать не надо. Что у нас тут? Дерево есть. Давайте мы немножко дерево отвезем на лесопилку, чтобы она перестала быть оранжевым. 140 кубов, я думаю, 2 прицепа будет вполне себе достаточно. Давай, друг, погнал. Вези и возвращайся. Далее. На сепараторе дегистат у нас заканчивается. У нас 87 кубов этого самого дегистата есть. Никакого смысла его везти туда в таком количестве нет. Пускай копится. Еще, друзья, у меня появилась мысль жидкий навоз сюда закинуть. И навоза немножко. Если мы будем держать сейчас до хрена свиней, то они будут больше какать и давать нам этого самого навоза. Но ладно, пока что пусть у нас будет хотя бы запас для нашего производства удобрений. Далее. Сточечная вода у нас здесь тоже заканчивается. Но сколько у нас ее насобиралось? 406 кубов насобиралось. В принципе, по одному прицепу можно собрать. Из сепаратора 3 прицепа тоже можно отвезти. Не знаю, имеет ли смысл. У нас скоро на водочистной станции забьется вода. Куда ее девать, я без понятия. Наверное, мы ее просто продадим за бесценок отсюда. И как бы и все. Нас больше всего компост, конечно, интересует. Компост это хорошо. Давайте отправим тогда в Вольву съездить, собрать для начала сепаратора. 3 прицепчика отвезти. А потом отправим по разу съездить на наши коллекторы. Так, сепаратор. Водочистная станция выгрузка. И везешь в сточную воду и 3 раза. И давай шуруй. И, друзья, навоза у нас еще не хватает на производстве удобрений. Он там заканчивается. На сепараторе есть 39 кубов. На кучу навоза у свиней 26 кубов. В общем-то, делаем финтушами. Как обычно мы это делали с помощью нашей вот этой возилки. Едешь сначала на кучу навоза. Свинарник-навоз. Разгружаешь это все дело на производстве удобрений и выгрузки. Везешь навоз, потом эти точку загрузки поменяем на сепаратор. Все, тоже давай едь. И с производством мы довольно быстро разобрались. Есть у нас еще 3 контракта. И это, друзья, контракты на уборку сечки. Ой, еще 15-е поле появился. Прекрасно. Я, друзья, подумал, что эти поля тоже имеет смысл убрать. Остатки сгрузить и запустить силосную башню насечки и компост насечки. Почему бы и нет? Но у нас нет силоса уборочного комбайна, поэтому нам надо его купить. Черт, не то. А плюс я еще не знаю, будет ли это работать. Поэтому давайте перед покупкой мы сохранимся. И начнем, друзья, именно с выбора сжаток. Насколько я понимаю, нужно что-то вот в этом духе. То, что убирает все. Все они плюс-минус одинаковые. 750 лошадей и 9 метров шириной. Поэтому все зависит от комбайна, который мы купим. Комбайны все тоже плюс-минус одинаковые. Единственное, вот класс 626 лошадей. Мне кажется, он даже с жаткой справляться не будет. Скорее всего, поедет медленнее. Давайте крон возьмем. Не знаю, самый мощный. Ненамного он дороже остальных. Можно ему еще и трубу подлиннее поставить. Эвана как? Номерочек у нас 69 получается. И мы его покупаем. 516 тысяч в минус сразу. Это вот я вот так вот деньги коплю, если что. С такими вот покупками. Но это, друзья, вклад в будущее. И само собой, давайте тогда и кроновскую сжатку. Вот эту 9 метровую. Тоже покупаем еще 120 тысяч кошмар. Сейчас окажется, что я не то купил. Хотя это хреново, но все равно пригодится. Есть у меня мыслишки по поводу кукурузы насечку выращивать. Такс, что мы в настройках ему ставим? В первую очередь надо поставить ему настройки. А где? А я не вижу. Может быть сначала надо жатку подцепить. Подцепляем жатку. Вот контроль силосной добавки. Может быть я не видел тогда. Ну, короче, ставим неактивно обязательно. Я с этим развлекаться не сильно хочу. О, еще 3 удобрения появилось. Какой кайф. Это хорошо. Деньги нам нужны. Итак, начнем с маленького поля 51. Нарисуем ему курс плейчик туда. Можно, в принципе, вот отсюда. Давай 4 поворотных полосы. Тебе должно хватить. Без всяких загонок. Там все вроде как должно быть хорошо. И давай, есть работа и включай там курс плей. Боюсь, что первая поворотная полоса может быть какая-нибудь нехорошая жесть. Но мы как-нибудь переживем. И, соответственно, вот этих товарищей, наверное, всех троих отправляем работать. Это у нас будет поле 51. И разгружаться ты будешь на элеватор. Так, чел двигается на АЗС. Он только что загрузился деревом. И это он какой раз загрузился деревом? Так, это он уже второй раз загрузился деревом. Потом два раза он загрузиться не сможет. Поэтому мы ему тоже поменяем. На лесопилку выгрузку просто разгрузка. Он заправляется, едет, разгружается и паркуется. И все хорошо. Амаманов отправляем. Поле 51 разгрузка элеватор. Погнал. Сначала на станцию техобслуживания. Но ничего страшного. Тебе поле 51 на элеватор разгрузка тоже погнал. И тебе поле 51 с разгрузкой на элеваторе и работы с комбайном погнал. Ты тоже едешь на станцию техобслуживания. Но и едь. А можно еще Джоника туда, кстати, отправить. Джоник же тоже умеет сечку в своем вот этом здоровом кузове водить. Джонни, ты тоже пойдешь работать. И тоже с комбайном. И тоже на поле 51 с разгрузкой на элеваторе. Чабик Х здесь. А, он как раз уже почти проехал. Так что все нормально. Ну и посмотрим, как это сейчас будет здесь работать. Так, вот этот товарищ, кстати, мы ему собирались поменять точку загрузки. На сепаратор. Все отлично. Ну, вроде как все должно работать. С удобрениями у нас, кстати, и проблема есть. Они почти все закончились. 50-е наше поле, где я собрал люцерну, кстати. А у меня было свободное время, поэтому я прошелся мульчером. И оно сразу определилось как люцерна. И я его сразу же и удобрил. Так что здесь у нас прям все хорошо. Отличный урожай будет. Сколько у нас здесь уже удобрений есть? 11 кубов. Вообще ни о чем. На контракты может не хватить просто. У нас на базе удобрения тоже закончились. 745 литров осталось. Но у нас полностью загруженная вот эта штука, по-моему. Ну, практически. 9700. Все, он один раз еще загрузиться может. У нас три контракта. И поле 54 довольно большое. Вообще, в теории должно, конечно, хватить. Не посмотрим. Давайте сначала с течкой разберемся. Если там все будет работать, отправим остальные контракты. Да, эти товарищи все уже догнали. Не сильно быстро он ездит. Это, друзья, в прошлой серии или в позапрошлой я рассказывал, что модик на уборку насечку я поставил. В общем-то, сейчас посмотрим заодно, как он работает. Я надеюсь, что он не будет прям все пытаться насечку убирать. Это будет не самая прекрасная идея. Урожайчики как бы тоже не помешают. Так, сечку он собирать пошел. Сыпет прекрасно в наш Джонни. Но тут самый большой вопрос. Это первая поворотная полоса и развороты. Не то, чтобы он прям сильно бодро сыпет, кстати. Я думал, будет больше. Да, на первой поворотной полосе он сзади будет ехать вот так вот впритык. Соответственно, остальных поворотных полосах он будет ехать слева и прекрасно его разгружать. Ну а потом, когда он будет ездить уже на проходах туда-сюда обратно, они будут ездить со свободной, скажем так, стороны. Ладно, пускай работают. Мы их пока что трогать не будем. Хотя разворот, наверное, имеет смысл посмотреть. Он прям впритык едет. Прям толкает его. У манов, кстати, попроще должно быть с этим быть. Так, прибыл на парковку контейнер. Давайте, давайте, не бойтесь. Нормально, слушайте, он тут и разворачивается. Это причем довольно такой противный кусочек поля. Трактор не мешает, уезжает с разворота. Когда надо вот сейчас ему собирать, он подъедет. Вот сейчас он что-то решил каких-то круголей надавать. Вот сейчас вот он слева к нему именно поцелится прям. Да, это совсем не быстрое дело будет. Именно вот развороты. Но в целом они не мешают друг другу. Кайф. Но здесь, видите, еще поле такое нормальное, когда много места вокруг. Но на обычном поле, если будет мало места, можно и вручную его на первом проходе разгрузить. Покататься рядом, я думаю, не впадлу будет. По крайней мере, на углах, на разворотах. А вот сейчас вот он затупил. Планирование пути подъезжает. А, нет, даже не затупил. Ну, то есть затупил, но все, объехал. И они едут дальше. Даже вот на таком вот они сами развернулись. Блин, меня это прямо радует. Ну что, отлично работает. Тем временем, вот этот товарищ у нас довозил сточную воду. Поэтому давайте отправим его собрать это все дело с коллекторов. По одному разику. Начиная с первого. Ставим ему менять точки загрузки. И пять поездок. И все, давай, едь, работай. Также, друзья, отправим еще и удобрялку нашу удобрять. Какие нам поля там надо? Поле 2, поле 68 и поле 54. Начнем с маленького второго. И пополняться удобрениями, друг, уже поедешь на пополнение удобрений. Я их сюда не перевез. Известа удобрений и загрузка. Ах, да, и припарковаться по завершению тебе тоже не надо. Начинаем с поля 2. Здесь он удобрений потратит немного. Отключаем автоматическую дозировку после того, как наше поле удобрили. И давай, в общем-то, работай. Ну и на опрыскивание у нас тоже есть один контрактик. Это у нас поле 52 будет. Поэтому мы отправляем его туда. Он у нас припаркуется по завершению. Так что ничего ему в настройках менять не будем. Плюс даже оставим ему вот этот вот замочек, чтобы по табу на него не переключаться. Нам это не интересно. Все, есть, пополняйся и поливай. И возвращайся обратно. Смотри, с 15 поля надо будет 1 167 литров сечки. С 16 926 тысяч и с 51 569 тысячи литров. Ну, вроде как должны будем собрать. Надеюсь. Заодно и посмотрим вот по 51 полю. Ну и, друзья, еще сегодня предлагаю заняться подготовкой к установке нашей нефтяной скважины. А именно купить 30 поле, участок. Давайте на него перейдем. Я пока не знаю, устанавливаются ли на само поле какие-либо производства. Кстати, неплохо было бы это поле тоже в порядок привести. И, друзья, нам надо выпилить вот этот вот весь лес. Как бы мне сильно не хотелось этого не делать, но придется. Плюс будет какая-то древесина. Тоже неплохо, но геморрой есть геморрой. Я предлагаю это поле оставить с травой и 3 раза в год его косить. Или засеять сюда клевер. Просто вот чуть-чуть клевера, чтобы было. Причем бы и нет. Куда-нибудь его потом девать. О, эти товарищи на другом углу прекрасно тоже развернулись. Едут. Все у них хорошо. Слушайте, работает. Кайфово. Оставляем их тогда работать. А мы идем в магазин тогда брать технику в аренду. Блин, много всего, конечно, работает сейчас. А еще по нашему точному земледелию это поле дает нам колоссальнейшую просадку. Хотя общий наш аксчет 96. Потому что здесь что-то уже до 100 выровнялось. Вот в этом поле после следующего урожая удобрения еще не будут на максимуме. Там я когда его засеивал, были косяки. Так в целом везде у нас все прекрасно. Это поле, кстати, тоже надо привести в порядок. Можно что-нибудь еще вот сейчас засеять туда? Кукурузу. Слушайте, мы купили силосный комбайн. Давайте кукурузу насечку туда засеем. Отличное решение. Ну ладно, с полем мы чуть-чуть попозже разберемся. Не все сразу. Нам сейчас, друзья, нужна лесозаготовительная хреновина. Такая же, как мы в прошлый раз брали. Мы берем ее в аренду. 24 тысячи. Я надеюсь, что за час я там справлюсь. Давайте сразу же отправим ее на поле 30. Ну и, друзья, нам еще надо взять вот такой вот прицепчик. С собой каким номером? Пофиг вообще. Тоже в аренду. И тягач, который этот самый прицепчик повезет. Давайте маг возьмем. Не знаю почему. Да, и номер тоже надо поменять. Пойдет. Я пожалею о том, что я взял Америкоса на этой карте. Ты, друг, тоже у нас едешь на поле номер 30. Давай едь. А эти товарищи вышли на второй проход. Ну, в общем-то, все работает, все хорошо. Ну что, друзья. Начинаем косить тогда. Точнее, косить так, как эту хреновину развернуть на Z. Эвана как. На геймпаде такой кнопки нету. Длину распила ставим 12 метров. Вот эту вот штуку мы включаем. Во. И все на геймпаде классно работает. Аллилуйя. И мы вот так вот подъезжаем. О, тут же еще кнопочка вот такая работала. Классная. С автонаведением. Точно. И мы спиливаем это дерево. И оттаскиваем на 30 поле. Здесь как раз выкашено все. В общем-то, соберу здесь кучу бревен тогда. Вроде как не сильно много деревьев. Поэтому надеюсь, что, друзья, я справлюсь быстро. Итак, с внезапно одно дерево меня... Точнее, не меня, а вот эту вот прекрасную машинку отправило путешествовать под карту. Какая-то какафония произошла. И все. И нету, да? Браздит по космосу со скоростью 12 тысяч километров в час. Ну, посмотрите, какой пробег набежал, а. Обалдеть. И самый прикол, я, короче, не успел спилить одно дерево. Интересно, оно нам вообще будет мешать при установке нашей штуки или не будет? Нам нужна вот эта вот нефтяная платформа. Ставится она вот сюда. И дерево мешать нам будет, да? Вот так вот оно ставится. Да, дерево будет мешать. Оно в здании, поэтому его тоже надо спилить. Мы, друзья, для этого купим бензопилу. Так, где она? О, цепные пилы. Вообще без разницы что. Давайте штиль, потому что у меня штиль. Вообще у меня хускварная на даче. Что-то я потонул. Она нам все равно нужна, поскольку здесь есть ветки, которые до конца не отпилились. Их все равно придется... А что они не хотят-то? Они все отпилились. Их в любом случае, друзья, придется проходиться. Это есть. Потому что они не будут лезть на автопогрузку. Я в прошлый раз, когда мы лесопилку ставили, я с этим не сильно парился, потому что... Стой, стой, не надо. Да, стой, не надо. Потому что можно было, в принципе, близко перенести эти руками, эти деревья закинуть. Но сейчас это не сработает. Потому что везти нам на другой конец карты. И по одному дереву туда тащить. У меня желание ноль. Так, это есть. Так, это есть. Это есть. Но вроде как они должны будут на автопогрузку уложиться без проблем. Да, геморройное занятие. Он не может словить эту ветку и начинает пилить дерево. Так, готово. Последняя одна осталась. Нет, не одна. Готово. Вот, теперь одна. Да спилить же ветка. Она начинает пилить дерево. Кстати, намного легче маркер ищется, да? Чем в 19 ферме. Все, аллилуйя. Чудо свершилось. Так, кстати, пока помню. Давайте мы вот эту хреновину из аренды-то сдадим. А то она там в космосе продолжает работать. Отправили, бляха, на орбиту. Так, ну давайте как-то вот... Интересно, если под углом под правильным пилить, упадет ли оно в правильную сторону. Это прям вопрос. Сдынь. Прикиньте, падает. Прикольно. Теперь этот веточек тоже надо все дело очистить. Я надеюсь, оно чистится, когда я вот так вот иду. Оно нихрена не чистится? Серьезно? Как с этим быть? Я ж не потащу это дерево руками. Я так могу, в принципе, но это как-то не по фэншую. Надо прям на веточке целиться. Да, не очень мне нравится этим заниматься, друзья, честно. А самое главное, что нихренаженьки не видно же. Давайте мы это дерево оттащим на поле. Там не такая глубокая густая трава. Будет лучше вид на дерево. Черт, я его потерял по дороге. Как это случилось? Здесь же не теряются вещи, когда ты их носишь. Все, погнали дальше строгать эти ветки. Во, сейчас нормально, кстати, пошло. А тогда не хотело. А сейчас прям нормально идет. Во, вот так это должно было сразу и работать. Так, верхушку ладно, потом обрежем. Все, веток вроде как никаких нету, да? Не, есть. Одну веточку не спилили. Она просто вот в земле, ее хрен видно. Все, готово. Так, теперь это бревно надо порезать на какие-то адекватные куски. Не больше 12 метров. На глаз. Лучше меньше, чем больше. Поэтому давайте вот так. Сколько у нас длина получилась? 11,4. Ни хрена себе глаз-алмаз. Бздынь. 6,9. Сбился алмаз. Все, 8,1 и 8. Давайте мы верхушку обрежем, чтобы она исчезла. И все, готово. Мы все попилили. Пеньки, друзья, потом как-нибудь отдельно за кадром, может быть, доделаю. Сейчас немножечко не до этого. Во-первых, давайте продадим пилу. Она меня не бесила, она мне больше не нужна. Но сейчас довольно геморройное занятие. Это привести эти бревна на лесопилку и не опрокинуться. А это, между прочим, довольно тяжелая задача. Аккуратненько их здесь все будем вот так вот складывать. Автозагрузку периодически включая и выключая, чтобы они на ходу не залетали. Готово. Это привязываем. Я думаю, раз мы здесь точно все не утащим, поэтому съездить надо будет два раза. Так, контракт на поле 52 выполнен. Это у нас опрыскивание. Давайте примем контракт за одно, которое уже сделано. И поле 52 еще удобрение появилось. Берем, значит. Надеюсь, удобрений нам хватит. Эти бревнышки тоже залетают. Мне кажется, проще здесь руками все это дело позакидывать. Будет как-то поэффективнее. С таким разбросом. Из кучи, конечно, проще загружать, как из кучи. А вот то, что не самое в разброс лежит, не сам аккуратно. Проще реально вот так вот просто их попереносить. Да, это намного быстрее и эффективнее. Что у нас здесь еще не в куче? Вот это вот хреновина не в куче. А кучу, друзья, по-человечески загрузим. Черт, а какого лешего? Во-первых, вот это вот так вот лежит некрасиво. Почему оно уже начало назад грузиться, а? Непорядок. Разгружаемся и загружаемся тогда обратно. Нам надо, чтобы все было красивенько и аккуратненько. Красивенько и аккуратненько не получилось. Ну ладно. Давайте вот так вот припаркуемся и включим автозагрузку. Что-нибудь сюда попадает? Я думаю, вот столько должно хватить. Я надеюсь, что эта хреновина у нас доедет до лесопилки и не убьется. И не перевернется. Давай лесопилка. Загрузка поддоны. Давайте мы до 50 скорость максимальную сбросим, чтобы не летал. И скорость в повороте тоже до 50%. Вот так вот. Надеюсь, это сработает. Погнали посмотрим, как дела у наших товарищей. У этих все в порядке. Они работают. Там же GCB-шка даже на очереди на загрузку. То есть они уже много собрали. Это отлично. А, вот этот товарищ проехать не может. Но ладно, проедет потом. Вообще, в целом, наверное, три мана должны справляться с этим всем делом. За милую душу. У этого товарища первый бункер заканчивается. Но он два поля уже удобрил. И половину 54-го. Так что, надеюсь, удобрений хватит. Говорит, три минуты до лесопилки будет ехать. Довольно быстро. Ладно, пусть едет. Вот, тем временем, они собрали 365 кубов сечки. Плюс в этом мане уже 50 кубов. Плюс еще в одном мане 50 кубов. Итого 400, 465 кубов. Привезти по контракту надо было 569. Ну, я думаю, тут должно хватить. То есть излишков будет прям не сильно много. Но посмотрим потом. Ладно, берем управление в свои руки. Будет немножечко побыстрее. Правда, и вероятность перевернуться у меня, знаете ли, тоже большая. Но я старался прям под завязку не нагружаться. 26 брювен мы всего везем. Да, совсем аккуратненько здесь в поворотах надо быть. Его качаешь у дурного. И эти бревна, друзья, мы сгружаем в озеро. Не на тот триггер, куда мы обычно возим дерево всегда. Оттекать, оттекать. Отцепляем ремни. И все это дело сгружаем в водичку. У нас тут на данный момент 278 кубов дерева. Мне интересно просто, сколько мы сегодня еще привезем. И поехали за остальными бревнами. Наверное, придется, друзья, еще два раза ездить. Мы сейчас за раз вот это все точно не заберем. Ну, съездим тогда, что поделать. Знаете, как-то вот так вот аккуратненько попробуем встать. И включаем автопогрузку. И бревнышки наши залетают. А может быть, кстати, и не два раза нам придется еще съездить. Стой. Все, вот этого хватит. Привязываем ремнями. Всего 15 бревен залетело. Но тут прям толстые-толстые есть. Ладно, едем выгружаться. И эти бревнышки выгружаем. Фасттрек двигается к станции техобслуживания. Да он уже набрался там совсем мало. Так, эти бревна мы тоже скидываем в озеро. Едем за следующей партией. Я вот думал, какой смысл вообще на самом деле с такого маленького поля сечку собирать. Возни будет больше, чем выхлопа. Но оно, по-моему, реально очень маленькое. Так, автозагрузка. Давай, работай. Так, этого, пожалуй, наверное, хватит. Но еще на один раз здесь остается. Погнали, вывозим. Последний раз нажимаем принять это все, чтобы поисчезало в хранилище бревен. И сколько мы привезли? Было 278, стало 398. То есть 120 кубов мы навозили. Неплохо. Вот этих товарищей мы тогда возвращаем из аренды. И вот это вот тоже мы возвращаем из аренды. Получается, спилили мы 45 деревьев за сегодня. Время в игре 10 часов подряд. Да. Так и живем. Вроде как я здесь никаких бревен не забыл. Но если наткнусь потом, то узнаю об этом потом. Так вот, я не знаю, что делать с этим полем. Но в любом случае его надо как минимум снять пробы. Просто, ну, как бы идея с сечкой пришла. Вроде казалось бы неплохой. Так, грунтонос. Поле 30. А потом что-то я смотрю. Поле маленькое. Что там сечку-то выращивать? Ну, реально, геморроя будет больше. То есть надо какое-нибудь большое поле. Типа 78. Ладно, шучу. Ну, хотя бы вот 35, 36, 34. Но не вот такое маленькое. А тебе мы рисуем маршрут на 30 поле. Поставим здесь острые углы. Посмотрим, насколько хорошо это сработает. Хотя поле маленькое. Но в любом случае, давай, бери иди снимай пробы. И потом есть паркуйся. Что у нас тут? 51 поле почти закончено. Что у нас на складе посечки? И 480 кубов. Плюс еще вот 60 в мане. Плюс еще сейчас что-то наберет. Нормалды. Этот товарищ у нас почти закончил уже удобрять. И у него почти целый бак удобрений остается. Мы его сейчас отправим еще на 52 поле. Когда он закончит. Сейчас два варианта. То ли оставлять на том поле траву. То ли засаживать сюда кукуруза, сорга, виноград, оливки. Еще можно хмель, лаванда, посоль, клевер. Или сделать там поле с клевером. И чуть-чуть его просто собирать каждые 3 месяца. Давайте так и сделаем. Пускай там будет клевер, ладно. Это сейчас не самое прекрасное время его сажать туда. Давайте мы сейчас ничего не будем там сажать. А в июле скосим траву. Хоть немного. И соответственно потом... Так, давай генерируйся маршрутик. И потом засадим туда клевер. Все, давай, друг, едь, удобряй. Контракт на поле 54 мы принимаем. Давайте наши денежки сюда. Так, этот пошел у нас собирать пробы. Но он сразу первую взял, так что целый угол забрал. Не знаю я насчет острых углов, пока что ничего. А, видите, все равно он не взял угол. Даже с острыми углами. Вообще, настолько маленькое поле. По курс-плею работать. Но прям это уже себя не уважать. Быстрее будет самому сделать. И четче, и ровнее. О, сразу же образцы проанализированы. 7700. Ты че, дядя? А че так дорого? Или он мне еще за прошлое? Потому что я не помню, сколько денег было за прошлое. Я вот ждал этого сообщения и не дождался. Да, у меня так же аккуратно, как у курс-плея, не получается. Получается какая-то вакханалия, но ничего страшного. Так, последнюю мы бздынь берем. Отправляем их на анализ. Вот эту вот штуку мы сворачиваем. И отправляем эту хреновину на парковку. Давай, едь, паркуйся. Вот эти товарищи у нас завершили свою работу. И тогда мы отправляем его на поле номер 16. Он, кстати, сожрал полкуба топлива. Надо будет его потом заправлять. Ему не хватит. Давай, поле 15-16. Сразу два поля нельзя. Маршрут один большой сделать, да? Ну, то есть это геморрой. Можно, но это геморрой. Все, давай, едь, работай туда. Сейчас он на дорогу выйдет. И мы тогда всех манов туда тоже отправим. А Джесси Бишку, наверное, она там как бы и не нужна. Три мана вполне себе хватит. Так что Джесси Бишка просто поедет, разгрузится на элеватор и припаркуется. Ну и где наши образцы проанализированные? Профукал я опять этот момент. Разумеется, тут все плохо по извести. Все плохо по всему. Тут все плохо. Так, этот челик проехал. Тогда этому ману ставим поле 15-16. Я сказал 15-16. Давай, едь туда. Вот этому, соответственно, тоже самое. 15-16. Давай, едь туда. И можешь заехать сначала на элеватор, там выгрузиться. И этому товарищу тоже меняем тогда на поле 15-16. Как раз сейчас кругами туда поедет и нормалды. Мы давайте же тогда еще посыпем известью наше новоиспеченное поле. Вот это 30-е. Здесь как бы и культивацию надо поднимать, и удобрения надо поднимать, и этот самый сорняки надо поднимать. Каким образом? Давайте там кукурузу засеем, да и все. Мочиться не будем. Будет чуть-чуть кукурузы, соберем ее на зерно просто. Сделаем из них семена. А в следующем году уже придумаем, что делать с этим полем. Или вообще замазать его нахрен там, да и все. И поставить там какое-нибудь производство. Тоже, кстати, вариант. Зачем нам это поле здесь, правильно? Давайте, правда, его замажем. Лучше всунем сюда какую-нибудь... Что-нибудь потом сюда всунем. Или коровник здесь поставим. Рядом с этой самой, с нефтевышкой. Так, нам нужна планировка ландшафта, окрашивание и вот такая вот трава. Делаем побольше кисть. И просто здесь все вот так вот зарисовываем. Тратим на это кучу денег. Но поле ведь нам здесь не нужно, правильно? Его здесь и не будет. Я, кстати, до сих пор не навел красоту около наших сепараторов. Но сейчас, друзья, жалко денег на это. Прям сильно жалко. Нам тоже травку надо засадить. Как около свинарника мы сделали. Да, пару лишних тысяч, конечно, мы на это точно потратили. Плюс образцы на какой-то черт еще взял. Но вот, знаете, решения меняются постоянно. Непонятно зачем. Все остальное все просто закрашиваем большой кистью. И все, теперь здесь поля нет. Теперь здесь просто вот такая вот лужайка, которая теперь не поле. После перезапуска игры вот эта вот хреновина здесь пропадет. За образцы почвы 1650 взяла. Откуда там 7700 было непонятно. Может вот отсюда? Не, ну здесь вообще 235 образцов. Так-то было на 35000. А здесь 11. Ну, кстати, здесь можно посмотреть, сколько их берется на поле. Здесь у нас было 36, но здесь у нас большая кисть была. А 39 поле вообще 0 считает. И это 0. Почему? Непонятно. Скоро уже, кстати, новое надо будет брать везде. Так, на 16 поле эти товарищи приехали и начали работать. Но вот видите, вот про эти вот углы я и говорил, что здесь могут возникнуть проблемы. Может быть и возникнут. Ладнется, друзья. Я тут, в общем-то, за кадром это все дело доубираю. Больше у нас никаких работ в мае как-то и не будет. Поэтому мы встретимся с вами в следующей серии уже в июне. Но лето у нас огромное уборочное. И там, скорее всего, мы уже заработаем кучу денег. И поставим себе вот эту вот нефтяную скважину. Плюс еще в следующей серии, скорее всего, купим прицеп-перегрузчик. И большая уборочная у нас будет уже такая более фэншуйная, что ли. Наверное, начнутся прямые трансляции с уборочной. По крайней мере, пока что в моих планах это все выглядит так. Будет ли оно на самом деле так? Я, честно говоря, не знаю и ничего не обещаю. На этом, в общем-то, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если не хотите ждать следующую серию, то она уже есть на бусте. Ссылочка в описании. Всем, в общем-то, спасибо за внимание. Всем пока-ки.